всем здравия привет привет вот в таких полевых условиях я беру интервью у специалиста по психосоматике по имени максим романенко а еще он ведущий программы тропа карникара на яр горе и вот об этом сейчас и будет наше интервью я ухожу на задний план и будем смотреть только на тебя привет привет всем ну расскажи пожалуйста что это за программа если вот так вот кратко в двух словах но в данный момент это двух- или трехдневные ретриты да вот на следующих выходных это будет двухдневный ретрит очень глубокого погружения в себя где мы перри просматриваем все наши моменты прошлого их меняем соответственно меняется наше настоящее меняется наше будущее почему тропа потому что основное действие происходит волшебном лесу вот этот лес я его показал я поставил на месте где расположены около 15 раз личных локаций которые нам позволяют максимально глубоко погружаться в тот и либо иной этап нашей жизни нам будет то момент зачатие рождения момент в животике у мамы взросления и каждый для каждого этого момента для каждого этого этапа жизни здесь есть определенное место напитанная силой где мы будем с вами проводить практики где я буду бережно и гармонично вести вас по всем этим этапам сейчас переместимся туда где начинается тропа вот сюда что это такое что это вот что я показываю скажи тем кто на это это родовое капище идем не туда это родовое место мы пойдем будем лучше показывать не будем открывать всю интригу на что там внутри у нас да можно со стороны показать это родовое место на где проходят практики связанные с родом нас принятием с благословлением с работой каких-то родовых программ и прочее 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 спектра просто неограниченные да и на каждом ретрите у нас разные этапы прохода мы можем и сначала начать с этого можем начать закончить этим местом то есть программа каждый раз уникальная а по от чего это зависит это зависит от от многих факторов до чаще это зависит от того потока который приходит да и распределяет определенным образом но ведь это рабочие действующие капище так до настоящий момент да и и его показывать так вот крупно не хочется да не хочется надо оставить какую-то интригу мы вообще всех приглашаем познакомиться на яргору приехать даже не в плане ретрита просто познакомиться проведем экскурсию покажем в этом формате еще можно как минимум провести провести время в лесу не только в лесу еще с приятными людьми реке на роднике на поле на горе достаточно много всяких мест где можно хорошо наполнится на либо это большие залы которые у нас есть и где проходят тоже действовать медитации тоже практики знаешь в чем еще в чем еще отличие этого ретрита но насколько я насколько я по ощущениям насколько я был на других и видел программу что я даю индивидуальное сопровождение в том плане что последний день те запросы которые у вас останутся нерешенными мы их будем либо в групповом либо в индивидуальном порядке дорабатывать то есть ни один человек не уйдет отсюда не решив свой запрос которым он приходил попробуем перевернуть нет камера не переворачивается так итак мы с вами на тропе корникара да как только мы нога наша ступает даже на начало этой тропы то у вас начинается изменение вашего состояния вы можете прямо телом почувствовать и душой что что-то у вас уже какие-то процессы начинают идти такой обратную связь давали ваши посетители такую обратную связь и дают те кто здесь бывает и я сам лично ощущаю уже сразу как только пересекаю ворота я яр горы уже все как-то начинается по-другому такое ощущение что нижняя чакра она как будто вот выживательно она отключается на и тогда наша энергия направляется на пробок совсем других запросов то есть да уже выше там где любовь там и проработка нету вот этих выживательных конфликтов лично меня пугает отключение первой чакры извините меня на за физику отвечает она у тебя хоп и как будто отключается очень интерес есть это безопасно дорогой мой а питание энергии земли через какие энергоцентры идет в таком случае оно не мешает она просто внимание которое раньше на этой чакре максимально бы раз оттуда уходит внимание но чакр то не схлопывая церковь выходит внимание просто в более более гармоничные проработки до проживания более гармоничные процессы те которые позволяют нам что вот это такое вдали интересные это еще одно из мест локации капище это знаешь а ты скажи зрителям а ты зрителям не скажешь я не скажу ты хочешь опять интригу сохранить интересно чтобы они написали это то место где мы расстаемся со всеми нашими старыми ненужными вещами будь то программы будь то блоки это то место где гармонично можно это оставить да и само пространство позволяет сделать как бы в легкости но у кого не получается мы смотрим зачем человеку нужны эти моменты зачем очень часто это могут быть любые там вторичные выгоды либо страх что-то остаться одному страх быть не таким страх много-много всего на если у кого-то с этим эта проблема еще человек не всегда готова дать казалось бы то что его всегда беспокоило на здесь уже мы каких-то либо групповой либо индивиду в индивидуальном моменте это все убираем до идем дальше спокойно с легким сердцем с легкими вот этими плечами расправленными вот так вот так идем вперед дальше на следующие а что это за красивые ленточки на дереве беленькие это чтобы обозначить саму тропу то есть чтобы люди не пошли в лес а все-таки двигались непосредственно по заданному маршруту он обозначен вот бревнышками на всем пути маршрута практически везде есть такие ограничивающие ограждения для того чтобы не потеряться скажи пожалуйста сколько групп уже прошло на этом этапе эти тропы около шести семи групп ходили людей в этом году тропа первое первый год имеете ввиду в этом году в этом году а в прошлом году уже этот проект работы и какие самые яркие инсайты у людей были после прохождения что вот больше всего запомнилось уже но это то легкость участие которая появляется у людей наконец-таки они начинают себя чувствовать себя осознавать даже у кого-то проявляются какие-то способности то есть то что раньше человек прятал он тут как бы давай конкретно кого-нибудь вот у нас был один инженер который после того как ну например или там вот у нас была одна женщина которая когда-то запретила себе видеть у нее упало зрение да и тут она запретила потому что страшно было потому что она не как все на здесь прямо произошло обратное разрешение а еще какие были интересные вещи потом уходится с состоянием легкости но потом ведь связь с этими людьми сохраняется сохраняется ли это легкость и что происходит интересно люди отлетают просто на несколько месяцев на месяц на два уходят свои процессы трансформации и очень часто если человек ничего не пишет то значит у него все прекрасно и это сохраняется потому что там идет как я рассказываю глубокая проработка прошлых процессов закрытие этих триггеров закрытие того что тянуло мы убираем в токсичные ощущения такие как чувство вины чувство стыда она и человек уже и что еще подчеркивает что очень главное очень очень важно для меня это привнести эволюцию в человека дать ему новую стратегию реагируем потому что почему бывают откаты если человека убрать у него и отправить в этот мир его без новой стратегии очень большая вероятность что он вернется обратно к тому что было но если дать эволюцию дать новое решение но очень хочется примеров у кого категорически поменялись паттерны мышления не это стало очевидным например смотри да в принципе вот девочки у них много вот у каждого практически у каждого и из нас есть такое там чувство вины перед родителем перед взрослыми что мешает идти своим путем да слышит себя потому что ну а как я а как и мои родители там будут грустить им будет плохо на этими моментами мы каждым нам кажется что мы спасаем наших родителей на самом деле мы забираем у них ответственность за их жизнь до забираем у них возможность быть взрослыми и очень часто надеваем на себя эту взрослую одежду и пытаемся там решить за родителей каким жить да и это были какие-то такие ну скажем так посетители этой тропы были и с такими вопросами и с такими вопросами по конкретному какому-то образом это по конкретному образу очень часто допустим это ту базу эту базу которую вообще убирается допустим девушка очень авторитарный отец у неё очень авторитарной отец которого она не может не послушаться и у нее попадается мужчина такой же ей в отношениях, с которым муж уже разошлась и на работе такой же начальник проработаю это все она говорит, что я впервые увидела в своем 70-летнем папе увидела просто дедушку что он уже старичок а до этого у нее был образ такого человека с палкой еще он был в определенной религии где разрешено бить детей где разрешено физическое насилие она говорит, что это баптистское баптистские пятидесятники? да, да, да вот, такой момент а после этого она спокойно говорит я увидела наконец-таки в своем папе просто папу, а не мужика с палкой поставила новые условия по которому она сможет жить со своим супругом она расставила свои границы, да? расставила свои границы, да они уже живут вместе полгода она говорит, слушай, это, наверное, другого человека для меня лучше бы не было при этом муж-то не поменялся поменялась ее реакция муж поменялась ее реакция и сразу, как работает поле если меняется кто-то один из родовой системы то другому ничего не приходится остального, как тоже поменяться вслед или уйти или уйти, да но мы тоже, как бы, не можем ответственность нести за того значит, так там и быть значит, так там и быть и вот мы подошли к сакральной части еще к одной сакральной части тропы по-моему, здесь все части, они сакральные как эта часть называется? мы стоим на горе она непонятной белой породы и из нее бьют родники да, в данном месте, данной локации их около семи родников и в этом и в прошлом году гора начала еще более активно можно сказать, как это, вулканировать, да этими родниками потому что поток и течение усилилось и не только с этой стороны еще с другой стороны горы тоже пробился очень интересный как вы трактуете это? почему это происходит? у каждого свои предположения твои какие предположения? мои напитывается место место подпитывается очень сильно да, и даже у каждого родника плюс-минус свой вкус и своя энергетика то есть вот она если убрать, абстрагироваться от всего и там именно пытаться почувствовать прочувствовать то энергетика различна мы спустимся все-таки без камеры потому что я боюсь, что она будет трястись попробуем? или попробуем так? даже как аттракцион вот я иду я вперед а может быть ты вперед? давай, иди вперед давай, попробуем потому что мне нравится идея линейной съемки и потому что получается, что мы совсем-совсем по-честному показываем зрителям, как это здесь вот здесь такие ступенечки много труда вложено причем тропа разделяется элементы на тропе смотри, пожалуйста, на камеру опачки ладно, будут грязные штаны не страшно элементы на тропе соединены ни одной тропой то есть в них можно попадать через разнообразные дорожки то есть сюда можно прийти и с той стороны я боюсь, что без твоей поддержки я не спущусь ну, конечно ну, ты лучше прыгай оттуда я тебя поймаю ну, зато вы почувствуете немножко то, что чувствует женщина чувствует здесь поддержку мужчин, например это крайне приятно без поддержки никуда вот это, например, женский источник женский родник, да? да, это женский и девочки украсили его красивыми ленточками и девочки украсили его красивыми ленточками чтобы мужчины не перепутали а что будет, если женщина попьет из мужского родника? ничего особенного не будет, конечно главное главное не усугублять и не прокачиваться мужской энергией иногда же нужна и активность простая прямая ну что движемся дальше по тропе стараемся быть максимально аккуратными пожалуйста не обязательно полностью задом наперед ходить и что это вот в этот момент когда люди идут по тропе что происходит здесь обычно здесь внизу в ложбинке это лона матери же да это лона матери правильно говоришь здесь мы готовимся к появлению на свет здесь мы ощущаем как нам там было в моменте когда мы были в животике у мамы и притом в разный период времени потому что в месяц у вас может быть все нормально там опять уже все могут быть уже не комфортно вам да просто могли произойти какие-то причины и по немножечко есть такая внутренняя градация где первый триместр беременности второй триместр да мы прямо можем это тоже зависит от того какую практику будем делать да можно вообще разбивать по месяцам можно начало можно конец то есть все чистый вот очень очень индивидуально надо рассказывать кому-то из наших зрителей что то как человек правду как он проводит время в животике у мамы влияет на всю его жизнь ну по моим ощущениям на ретрит придут мне бы не важно да что хотелось бы как я вижу на ретрит придут люди уже более-менее претендующие на осознанность это базовая информация то есть если там кто-то думает что это не так ну блин прочитайте еще книжек просто нужно проверять на собственном опыте и что меняется да потому что это тем более проверено уже один станислав гроф сколько сделал для человечества для доказания для доказательств того что беременным нужно относиться шепотом на вы и с любовью нежностью но все знают да и все советуют простое включайте классическую музыку мамам да там вот ей нельзя нервничать там ей нельзя а почему и как но у многих нету понимания что в этот момент плод даже которому там неделя-две он все ощущает и чувствует у них связь с мамой просто космическая просто энергетическая и все что ощущает мама записывается на поле в гены ребенка и вот эти все страхи которые ощущает она ребенок тоже записывать на себя это квантовая психология и меняя там а вот мама дает базовую безопасность жизнь для ребенка это базовая прямо вот когда в животике у мама ребенок находится и решает там вопрос в этот момент у мамы часто такие мысли что а вдруг я не выкормлю а вдруг муж уйдет а если это еще было раньше то там вообще как бы нельзя было по вне свадьбы беременеть там столько-столько-столько всяких моментов а сколько прямой агрессии наберем прямой агрессии а сколько информационного мусора агрессивного вокруг из телевизора из приемников из интернета от всего от этого безусловно нужно ограждать ваших чудесных беременных жен и вы вот рождаются дети в которые не чувствуют безопасность к этому миру просто вот мир опасен люди опасны развитие опасно и убирая там убираю там да она давая тоже в том что продолжается этот нагнетание опасности и дальше естественно то есть когда мама с ужасом кричит осторожно машина можно же просто сказать сынок отойди в сторонку машина проедет и все можно просто вырубить сына до того момента вырубить добрый дядя сказал ты так и делаешь самостоятельно так вот мы движемся вот приблизительно мы сейчас уже во втором триместре беременности мы подходим уже к третьему уже к третьему и мы тоже можем вместе с водой вода очень классный программатор мы можем посмотреть те моменты то что надо то состояние которое надо большим там части группы либо еще как-то и заговорить эту воду волшебно она будет для вас волшебно в любом случае когда вода это волшебный инструмент и разговаривать с водой надо да и вот сейчас мы подходим к тому месту где который ассоциируется с выходом с выходом в мир живой мир природа позаботилась о том чтобы создать красивые формы этому вот почувствуете да вот это как будто выход из лоны матери да и вот он выход на его почувствуйте себя за минуту до того момента как вы родились вот за минуту до того момента как вы начались схватки да там за пять минут до этого момента как вам хочется вам выходить в этот мне невероятно страшно вот я сижу смотрю чувствую ощущение и мне вообще не хочется рождаться представьте что как только я перешагну сделаю шаг перешагну вот эту линию вот это пространство то вы родитесь вместе со мной да раз как вам готовы готовы вы пойдете а мы не услышим ответ или оставить каждый пускай ответит для себя да и вот показатель с каким вы ощущением выходили насколько вам и вот пока не станет комфортно и легко и пока не станет ощущением вот это мой мир я иду ты меня ждешь я хочу тебя ты хочешь меня вот вот пока не станет такого состояния мы эту точку не проходим все родился мир я люблю тебя и ты ждешь меня я рада тебе у меня каждый раз по-новому поэтому даже сейчас какое-то тепло пошло это знаешь такое ощущение что как будто тепло там будущих зрителей те которые смотрят потому что у нас в плантовом мире не существует времени не существует пространство и вышли мы еще к одному капищу кто это это бог всех программистов бог всех программистов а мы сами с вами все программисты это бог времени да где бог времени кто такое время знает каждый на времени или не знает никто или не знает никто что такое время есть она или нету существует или не существует и здесь мы можем тоже с вами попутешествовать и запрограммировать перепрограммировать ветку реальности поменять ее например здесь у нас хорошая остановка на час полтора-два вот с некоторыми динамическими практиками с некоторыми ментальными практиками и эмоциональными до какой-то отдых может попьем чайку прям здесь с термосами приходите поэтому мы определимся до если чайку то с термосками мы или кого-то позвать по времени сюда чтобы принесли например да так красиво феи из леса вынесли чай духи природы пряники лесные пряники поэтому это одно тоже из ключевых мест где мы можем хоть хоть медитировать хоть кто-то кто-то может по моим ощущениям будет выключаться на 15-20 минут все равно на 30 для того чтобы психика перезагрузилась чтобы пошли новые процессы ну вот друзья вы вместе с нами прогулялись по тропе карникара я напомню что главный гид и руководитель программы это психолог и специалист по психосоматике максим романенко так что если вы найдете контакты а найти яргору очень просто нужно в телеграме так и набрать яргора яргора и выбежит бот а там уже вы найдете там все очень удобно навигация крайне удобная здесь работает целая команда единомышленников которые делает это удобным доступным потому что миссия есть есть миссия есть это в один из моментов когда может неделю даже назад совсем недавно кто-то спросил у меня типа зачем тебе все это надо я такой знаешь чтобы вот миллион людей вот вот вообще не всегда вот сделать миллион людей легче свободными живущими вот радостными да зачем миссия зачем тебе надо не в этом обществе просто будет легче жить и мы для вас тоже будем усовершенствоваться и усовершенствовать вот так вот в новом мире по-другому никак как есть ничего личного ну что бог даст увидимся до всех жду очень интересно заходить телеграмм яргоры максим романенко вконтакте да и на канале ты тоже разместишь ссылки естественно здесь в комментариях все будет какие вопросы пишите много интересных на этой радостной ноте до свидания радости благополучия изобильности и любви и любви все из любви пока ваше спасибо за просмотр